Живо и шумно в Самаре прошел архитектурный фестиваль. Его приурочили ко Дню строителя. Программа была насыщенной. Для самарцев проводили бесплатные архитектурные консультации. Для детей организовали площадку, где те могли собрать настоящих роботов. Все желающие могли посетить мастер-класс, где нужно было нарисовать картину. Все эти работы затем передадут в лечебные учреждения города. Чтобы порадовать детей, они будут украшены в детском центре висеть. И, естественно, будет настроение сдавать. Мы слышали поздравления губернатора. Порадовались за тех людей, которых наградили. Вообще за горы, что такое прекрасное торжество у нас проходит для всех людей. Очень много знакомых людей. И очень понравилась атмосфера. Понравилось, что все семь площадок представлено. Понравилось, что детские площадки, во-первых, были хорошо организованы. Ну и очень понравилась площадка, где картины рисуются. На территории фестиваля организаторы представили две выставки. Одна посвящена строительной и архитектурной истории города. На второй – ключевые здания области. Те, что уже построены, и те, что будут построены. Это как достижение исторически непосредственно нашего института, так и достижение региона в плане проектирования. Это в настоящее время отражается в национальных проектах, которые есть задача реализовывать в Российской Федерации. В том числе, благодаря наш институту участвует в части из проектов в рамках этой большой государственной программы. Достаточно сейчас популярная стройка. Очень знаковая для Самары с точки зрения будущей отдачи – это 6-й Конституционный суд. Фестиваль посетили и первые лица области. Губернатор Дмитрий Азаров обсудил со строителями то, как будет развиваться отрасль в ближайшие годы. Ожидается, что спрос на жилье будут стимулировать льготная ипотека, федеральный проект индивидуально-жилищного строительства и другие программы. Также глава региона предложил в сентябре организовать вместе с застройщиками совещание. На нем обсудят проблемы, связанные с генпланом Самары. Национальные проекты. В их новом перерождении – это важная, серьезная задача. До 2024 года мы с вами должны выйти на установленную федеральную планку 2,7 миллионов метров жилья. Беспрецедентные задачи по расселению аварийного жилья. С текущих 4,6 тысяч в 2019 году фактически мы с вами выйдем до 100 тысяч в год квадратных метров в 2024 году. Серьезнейшие задачи по строительству социальных объектов. Эти все задачи без вашего внимания невозможны. Та работа, которая сегодня ведется на федеральном уровне по подготовке программы модернизации инфраструктуры, мы передали уже данные по инженерным сетям, срок износа которых выше 60%. Мы рассчитываем, что при помощи в том числе из федерального бюджета, стимулах, которые там будут предоставляться, мы сможем не просто делать замену, допустим, инженерных сетей с высоким износом, но, естественно, сразу расширять возможность увеличивать мощности, что будет также создавать возможность для строительства, нового строительства. Также глава области наградил заслуженных строителей. Организаторы говорят, фестиваль удался. Так что вполне возможно, такой же праздник пройдет и в следующем году. Александр Шугаев, Семен Безгинов, Дмитрий Мешканцов. События.